В третьей претендентской четверке, то в первом бою справился Измайлон с Андерсоном Сильвой, бразильцем, ну а затем победил Джафара Уилнеса, разделенным решением судей. Очень был тяжелый бой, прекрасно его помню. Измайл Гергиев! 38 побед, 6 поражений, 1 ничья у Измайл Лонта, 18 побед, одержаны нокаутом. Кстати, Измайл Лонт и в профессиональном боксе принимал участие, два поединка провел, две победы одержал. Одну нокауту. Стофано Валентия, рефери в ринге. Так, давайте смотреть. Окей. Тач. Я помню, чтобы спать и клинчать с ногами. Правильно? Окей, корнер. Стойте там. Окей. 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 Стойте там. Окей. 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 Все готово к началу. Файк. Итак, Измайл Лонт против Хезди Гергеса. Гергес обладатель чудовищной силы лоу-киков. Измайл Лонт бьет также неслабо. Бей! Стойте, стойте. Давай, стойте. У Хезди Гергеса были определенные сложности с законом. Его обвиняли в торговле наркотиками и даже посадили за решетку ненадолго. Ну вот, посидел, подумал о вечном и вышел и продолжает боксировать. Это же Гергес на хорошем уровне. И вот посмотрите, какое начало многообещающее. Попал, попал Гергес сейчас. На холдинг. И похоже, что проблемы возникают некоторые у Измайля Лонта. Хороший лоу-кик. Пока что не отвечает на удары соперника Измайль Лонт. И видно, что бедро уже начинает серьезно страдать у сувинамского спортсмена. Референ напоминает, что никакие скрутки здесь не разрешены и не пройдут. Да, бедро подбил прилично своему оппоненту Хезди Гергес. Гергес может упасть в нокаут. Мы это видели. Помним, как Дниль Гитте его сложил левым боковым на турнире Шоу Тайм. Тайм. Невта Корне. Также помним, как он проиграл Эролу Зиммерману на турнире Глори в Чикаго. Тогда как раз Эрол Зиммерман переживал вторую или 117-ю молодость, уже не помню. И выносил всех до встречи с Эмми Шилтон. Стой! Пой! Хороший удар по туловищу в исполнении Лонта. Пой! Пой! Попытался вложить удар справа. Исмайл Лонд. Но похоже бедро его левое очень серьезно болит. Пой! А если пробито бедро, то... Пой! Ну это практически гарантированный успех, если серьезно пробито. Да, начинает прятать. Скоро, наверное, стойку попытается поменять Исмайл Лонд. Ставит щиты Исмайл Лонд. Пытается каким-то образом бедро свое защитить. Но ведь не только же в бедро бьет Херзи Гергес, правильно? Он еще и по голове стреляет, будь здоров. О, есть! Коленом достал! Ну, пока что раунд проходит при полном доминировании Херзи Гергеса. Ну и напоминаю также вам, что в углу у Херзи Гергеса легенда кикбоксинга мирового, точнее, тренерского цеха. От кикбоксинга это Том Харринг. Пошел вперед Исмайл Лонд. Точнее, даже не пошел, а побежал. Неплохая комбинация в исполнении Лонд. Правый боковой проходит у бойца из Суринама. Под опорную ногу лоу-кик. Гергес падает. Складывается в удар Исмайл Лонд, пытаясь разбить защиту Херзи Гергеса. По общему количеству ударов, которые были выброшены и пришли в цель, явное преимущество на стороне Херзи Гергеса. Но это неудивительно. Вспомните первый раунд. Попалась Майлон сейчас. И продолжает это делать. По печени достает боеца Суринама. Продолжает попадать Исмайл Лонд, работая, может быть, несколько размашисто, но при всем при этом удары доходят до цели. 50 секунд до завершения второго раунда. Продолжает наносить Исмайл Лонд силовые удары. Кстати, я поменял стойку, встал в левшу. Видимо, это также связано с тем, что бедро болит, левое. Но почему-то Херзи Гергес забыл про этот самый лоу-кик, который доставлял столько проблем его сопернику в предыдущем раунде. А нет, продолжает, продолжает работать. Колено. Попал Гергес сейчас, попал в клинче. Зазевался немножко Исмайл Лонд, улыбается Херзи Гергес. Ответным действием своего оппонента. Исмайл Лонд второй раунд с небольшой натяжечкой выиграл. Но в первом понятно было преимущество Херзи Гергеса. Интересно, что будет сейчас. По туловищу хорошо, Лонд попадает. Работает коленом в бедро, в корпус, точнее, Исмайл Лонд. Хороший право-буковой, очень плотный, но в защиту. Подноелись спортсмены. Прихватывает руки оппонента Херзи Гергес. Правый сбоку опять земнул египтянин. Еще раз достал соперника Исмайл Лонд. Откровенно толкает своего соперника Херзи Гергес. Серия по туловищу. Один балл снимает. Съезды Гергеса рефери. Стефану Валентия за... А, с обоих спортсменов снимает балл. Ну тогда ладно. И вот так рьяно пошли спортсмены друг другу избивать. Сразу же после снятия балла. Немного прихватил канаты Исмайлон, чтобы не упасть. Ничего страшного. Не спасти. Не спасти. Не спасти. Не продавайте. Да, темп боя совсем упал, по крайней мере, в сравнении с тем, что мы видели. Но, тем не менее, бойцы продолжают наносить удары. Уже нет той силы и того акцента в них, что было раньше. Пытается все насадить на свой апперкод оппонента Измайл Лонг, но Кэзди Гергес пока на чеку надежно прикрыт. Правый боковой достает в голову Кэзди Гергеса. Статистика. Давайте обратимся к ней. По ударам ногами преимущество у Кэргеса. Удары коленом также на стороне Кэргеса. 29-27 Кэзди Гергес, 29-27 Лонг, и 28-27, раздельным решением судей, все-таки Измайл Лонг. Субтитры создавал DimaTorzok